Добрый день. Рассмотрим задачу с сайта LeadCode MissingNumber. Это достаточно умная задача, она может легко встретиться вам на интервью, поэтому важно знать, как ее правильно решать. Рассмотрим условия. Дан массив, в котором присутствуют все числа из диапазона от 0 до n, кроме одного. То есть, допустим, дан интервал 0, 3. Все числа это значит 0, 1, 2, 3. Это все числа. А в нашем массиве не хватает одного. То есть, например, 2. Наш массив придет, состоящий из чисел 0, 1, 3 и перемешанный в каком-то порядке. Например, 3, 0, 1. Задача найти недостающее число. Это задачка уровня Easy. Здесь есть усложнение. Выполнить решение со сложностью алгоритма O от N. Это значит пройти циклом один раз по массиву и выдать результат. Внизу здесь есть примеры. Давайте рассмотрим еще вот этот вот. У нас здесь диапазон от 0 до 9. Присутствуют все числа 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 отсутствует, 9 присутствует. То есть, результат должен быть 8. Вот здесь 0, 1 присутствует. Значит, диапазон здесь от 0 до 2 и отсутствует 2. Здесь я вам очень советую сделать паузу и попробовать самим решить, хотя бы с какой-то производительностью, данную задачу. Это будет действительно хорошая практика. Начнем решение. Скопируем метод. И начнем с тестов. Возьмем вот отсюда примеры. MissingNumber. Итак, у нас MissingNumber метод. MissingNumber получает на вход массив. Возьмем результат. Res и assert equals. Какое-то число наш res. В данном случае массив на вход придет вот такой. Сравнивать будем с двойкой. И еще два теста сделаем. Два, три. В данном случае такой массив. Тоже два. И в третьем случае вот такой пример. И сравнивать будем с восьмью. Еще четвертый пример есть. Ну давайте четвертый тоже сделаем. К нам приходит ноль. Соответственно, число от нуля до n. n будет единицей. И именно оно отсутствует. И вот так. Давайте рассмотрим, что мы можем сделать. Например, к нам приходят числа 3, 0, 1. Мы можем их отсортировать. Получить 0, 1, 3. Дальше мы бежим по массиву. Сравниваем числа. И если они отличаются на единичку, тогда мы знаем, что это не наше число. А если мы находим числа, которые отличаются больше, чем на единичку, тогда, значит, между ними находится наше число 2. Давайте реализовывать. Сортируем массив чисел. Теперь давайте введем переменную. Что мы ожидаем? Первое число мы ожидаем 0. Теперь бежим по массиву. И смотрим, совпадает ли наше expected с nums.it. И если оно не совпадает, то, соответственно, делаем break, выходим из цикла и возвращаем этот expected. А если оно совпадает, тогда мы этот expected увеличиваем на единичку. То есть начали с нуля. Если первый элемент 0, тогда все окей. Значит, следующий expected это единица. Увеличиваем на единицу и сравниваем. Второй элемент массива единица или нет. Единица, окей. Пошли дальше и так далее. Давайте вставим это решение на сайт. В начале компиляции простейшие тесты. Теперь на производительность. Окей. Что у нас здесь есть? Наш метод занял 6 миллисекунд и он быстрее 12% всех Java Submissions на этом сайте. Количество Java Submissions на этом сайте миллион. С небольшим. то есть 88% Java Submissions быстрее нашего алгоритма. Давайте рассмотрим подход, который требует небольших знаний математики. у нас есть числа 0 1 2 3 и так далее n 1 1 1 1 Давайте сейчас рассмотрим такую прогрессию, где все числа есть. Тогда сумма этой прогрессии будет 1 плюс 2 плюс 3 и так далее плюс n Вопрос, чему равна эта сумма? Если вы не знаете, советую вам загуглить и посмотреть как домашнее задание, как доказывается формула, определяющая эту сумму. Эта сумма от 1 до n равняется n умножить на n плюс 1 пополам. Что это нам дает? Мы знаем сумму всех чисел от 1 до n ну или в нашем случае от 0 до n и одного числа там не хватает. Это значит, что наша сумма 2 нашего входного массива будет равна сумма прогрессии минус искомое число х, которое и является нашим ответом. То есть мы просуммируем 0,1,2,3 получим результат сумму, просуммируем 0,1,3 и получим результат суммы 2, вычтем одно из другого и получим число, которое нам нужно найти. Создадим второе решение. Найдем n. У нас числа от 0 до n одного не хватает, то есть наша n это NUMSE LENGTH. Сумма прогрессии 1 плюс 2 плюс 3 и так далее плюс n умножить на n плюс 1 пополам. Сумма 2 находится итерированием массива чисел, который нам пришел и в результате мы вычитаем одну сумму из другой и получаем число, которое нам нужно найти. Ставим это на сайт компиляции простейшие тесты и производительность. Вот это тот результат, который нужно получать на этой задаче. 0 миллисекунд и быстрее нашего ни одного решения нет. Я размещу данное решение на своем сайте javatutor.ru в разделе задачи. Также, если у вас есть вопросы по данной задаче, вы можете подписаться на мою страничку на бусти. Здесь есть плюшки, а также здесь я отвечаю на вопросы по вышедшим видео. Спасибо.